Глава 4. Неслышимый слуху звон вырвал меня из объятий дремоты. Кто-то прошел через чары. Мои глаза распахнулись, когда я распознала энергию незваного гостя. В душе мгновенно вспыхнула горячая ярость. Вен-Джи. Я не хотела его видеть и проигнорировала бы визит, как и прежде. Теперь он приходил чаще, небрежно минуя чары, хотя мог бы с легкостью снять их, точно так же, как проходил через охрану Небесной Империи. Возможно, его забавляло, как они звякнули у меня в голове точно гонг, и ему не приходилось будить меня лично. Он никогда не заходил в мою комнату, вероятно, просто не знал, где она, хотя я предпочитала думать, что Вен-Джи не осмеливался на подобную дерзость. Повисла тишина, и все же его присутствие на балконе моего дома раздражало меня, как пылинка в глазу. Вен-Джи всегда был терпелив и уходил только с рассветом. С самого начала я боролась с желанием выгнать его с нашей территории. Но безразличие было лучшим выходом из положения, так как задевала гордость Вен-Джи. Мне не нравилось, что его присутствие пробуждает во мне горечь и ярость, болезненные воспоминания. В такие бессонные ночи я ворочалась до тех пор, пока шелковое покрывало не заковывало тело в кокон. Утешала лишь мысль, что и он сам впустую торчит на балконе. В комнату долетели мелодичные звуки цитры. Красивые и неотступные, но такие тихие, что я бы и не заметила, если бы не проснулась. Каждая протяжная нота плавно перетекала в следующую, звеня от сдержанной страсти. Мелодия пробудила во мне боль. В сознании возник образ того момента, когда я слышала ее в последний раз. Вен-Джи играл на цине как раз перед тем, как я усыпила его, чтобы сбежать. Ярость обожгла меня. Как он посмел прийти сюда? Как посмел играть сейчас эту песню? Спрыгнув с кровати, я накинула халат и неуклюже перехватила его отрезом шелка. Схватив лук со стола, закинула его на спину, на всякий случай заткнув за пояс пару кинжалов. Я двигалась быстро, но тихо, чтобы никого не разбудить. Пробралась по коридору, затем вверх по лестнице. Там я раздвинула двери и вышла на балкон. Вен-Джи сидел, скрестив ноги и положив на колени свой красный лакированный цинь, а черное одеяние струилось по каменному полу. Длинные волосы были частично собраны в нефритовое кольцо, остальные не спадали на спину. Я не видела его лица, лишь руки ловко скользили по струнам инструмента. Пальцы замерли, прервав музыку, и взгляд метнулся к моему. Внутри все сжалось при виде его глаз. Их серебристый оттенок напоминал о былом предательстве. Я ударила первый, направив к нему спирали воздуха. Вен-Джи вскочил на ноги и грациозно уклонился. Без передышки я бросилась на него с кинжалом в руке, но он неумолимо перехватил мое запястье. Я выдернула второй кинжал из-за пояса и ударила острием в грудь, но тут перед ней замерцал щит. Лезвие высекло искру, и мою руку пронзил разряд. Пальцы разжались, кинжал выпал, слязгом ударившись о пол. Мы стояли там, застыв на одном месте. Ненасытная ярость переполняла мою грудь так, что я едва могла дышать. Этот прием лучше, чем я ожидал. Он безрадостно усмехнулся. Если бы ты действительно хотела меня убить, воспользовалась бы луком. Просто кинжалом больнее. Стиснув зубы, я двинула коленом ему в живот. Вен-Джи дернулся, я вывернулась из его хватки, отступила подальше и сама наколдовала защиту. Он склонил голову на бок. Понравилась моя игра? Не больше, чем в прошлый раз. Я сжала кулаки. Уходи и не возвращайся. Ты столько месяцев пряталась, избегала меня и вышла сказать лишь это? Я не пряталась, просто не желала больше тебя видеть. Его лицо оставалось нечитаемым. А в прошлый раз ты так не сердилась. То есть, так то был не сон? И да, и нет. Спустя паузу ответил Вен-Джи. Замечательный ответ, — соязвила я. Что за отвратительный чар это на меня напустил? Я бы не поступил так с тобой, — напряженно заверил принц. Я не играл с твоим разумом, лишь с декорациями. Я не хотела вдумываться в смысл его слов. Зря старался. Позволь не согласиться. С раздражающей уверенностью.